В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok В территории Архангельска готовятся к ледоходу. Сейчас для их жителей буксиры единственная связь с Большой Землей. По одному из маршрутов на остров Кега прошла Елена Матвеева. Труд буксира в своих стихах прославил еще Иосиф Бродский. Помните? «Я буксир, я работаю в этом порту, я работаю здесь, это мне понутру». Ежедневно в Архангельске на линии выходит семь буксиров. Всем вместе только за одни сутки. Им предстоит привезти более пяти тысяч горожан с островных территорий на Большую Землю. Вниз и вверх по реке, на остров Кега и обратно ходят буксиры. Вместимость каждого до ста человек. Утром и вечером в часы пик трудяги делают дополнительные рейсы. График буксирного сообщения с отдаленными районами и островными территориями Архангельска муниципалитет согласовал в тот же день, когда были закрыты пешеходные ледовые переправы. В этом году на перевозку горожан городская казна выделила 43 миллиона 200 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма израсходованных средств 10 миллионов. Это мы возили в январе 2014 года, когда у нас лед не успел еще встать. Так что на весеннюю навигацию денег достаточно. И с 18 апреля работают все пять буксирных переправ. Главные двигатели запущены, буксир готов к отплытию. На его борту и жители Большой Земли, и островитяне. У одних на Кега дача, другие возвращаются с работы домой. Буксир в это время – единственный способ добраться до Большой Земли. Приходится ездить на работу в город. Потом студенты у нас много очень в городе студентов. Школьники бывают ездят тоже. Конечно, переправа должна быть между городом и островом. Понимают это и речники. Владимир Твердохлеб в капитанах уже больше 30 лет. Работа в ледоход – дело привычное. Сложность на буксире – плотность льда, мало разреженности. И все зависит от качества судна. Весна, осень, мы работаем на переправе. Должны помогать народу. Сегодня буксиры курсируют на Кегастров, Хабарку, Бревенник в деревню Реушенька. Связывают они и поселки 22-го и 23-го лесозавода. В день содержания пяти маршрутов обходится муниципалитету в 910 тысяч рублей. Наши буксиры своевременно начали перевозку. На общем количестве семь буксиров по линиям стали как положено. Перевозка проходит без сбоя. Едем, ждем ледохода. А ледоход, по прогнозам гидрологов, уже завтра подойдет к Архангельску. По его завершению будет дан старт летней навигации. Буксиры на реке сменят пассажирские теплоходы. Елена Матвеева, Руслан Симушин, Илья Сумароков. Панорама Севера. Уровень медицинского обслуживания в Архангельской области обсуждали сегодня на первом съезде специалистов Сестринского дела Поморья «Профессионализм и милосердие». С учетом проводимой реформы здравоохранения среднему медперсоналу предстоит определить приоритеты в своей работе на ближайшую перспективу. Первая задача съезда – определить, на каком этапе сейчас находится Сестринское дело, какие проблемы испытывает. Проблемы не новые. Несмотря на повышение, по-прежнему для многих специалистов остро стоят вопросы оплаты и нормирования труда, оснащения учреждений здравоохранения. В конечном итоге все это влияет на весь лечебный процесс. Мы решили собраться, чтобы обсудить самую главную насущную проблему, как повысить качество медицинской помощи, вот именно касающейся нашей стороны. И самое главное, конечно, вы знаете, что очень много в государстве предпринимается мер, но, к сожалению, не растет удовлетворенность пациентов. С учетом современных повышенных требований в Архангельском медицинском колледже отрабатываются новые подходы и методики организации лечебного процесса и оказания медицинской помощи. Некоторые из них были сегодня продемонстрированы делегатам съезда. Главная задача для руководства областного здравоохранения – выработать такие направления работы, которые повысят качество медицинских услуг. Это определенные программы целевого набора специалистов. Это площадки по популяризации данной профессии, одна из которых, кстати, находится в здании медицинского колледжа, где у нас проходит съезд сегодня. Это вопрос материального стимулирования. Когда средний медицинский персонал, молодой специалист приезжает в село, первое, ему, в принципе, влачиваются подъемные в размере 50 тысяч рублей. Проблему привлечения и закрепления молодых специалистов на селе также решают и путем предоставления жилья. Около 80 квартир построено за последние два года для врачей и медсестер. Принимаемые меры уже дают первые результаты. Куда и как двигаться дальше, предстоит решить участникам съезда. Виктор Кузнецов, Илья Сумароков, Панорама Севера. Общественно полезный труд как мера наказания. На сегодняшний день более 100 правонарушителей в Архангельской области отбывают наказание не за колючей проволокой, а на обязательных работах. Такой труд во благо общества осужденные выполняют по вердикту суда. Данное наказание назначается для небольшой и средней тяжести за преступление. Назначается за расчеты от 60 до 480 часов. За злостную неуплату элементов, за побои, за истязания, за угрозу убийства. За такие статьи. За мошенничество по первой части. В качестве обязательных работ предлагаются общественно полезные. Уборка мусора, обрезка деревьев, благоустройство различных территорий. Они не требуют от осужденных особых знаний и умений, поэтому их может выполнить каждый. За прошлый год 117 осужденных были приговорены к общественно полезным работам. Сотрудники УФСИН уверены, подобные меры наказания дают человеку шанс на исправление. 13 юных жителей округов Варавино-Фактория и Майская горка запомнят этот день надолго. Сегодня они стали полноправными гражданами России, получив свой первый паспорт на торжественной церемонии в Лавоносовском дворце культуры. 6 марта Максиму Бубякину исполнилось 14 лет. С этой минуты он может с гордой уверенностью сказать «Я гражданин России». В руках у юного архангелогородца паспорт. Я считаю себя более ответственным, потому что уже наступило 14 лет. У меня теперь есть паспорт, то есть теперь это мой самый главный документ, который теперь показывает мою личность, кто я такой. И открывает новые пути в жизни. Рядом с Максимом его мама. В такие минуты Анна Петровна едва сдерживает слезы, радости и, конечно, легкой грусти. Вчера вспоминала, что он был маленький, а теперь уже вырос, что все-таки паспорт, это младший сын. Своеобразный официальный пропуск во взрослую жизнь сегодня получили 13 юных жителей округов Майская горка и Варавина фактория. Ребята торжественно получают свой первый документ, они понимают его значимость, они видят, как трепетно к нему относятся взрослые люди. Такие мероприятия, которые поднимают значимость документа российского, города Архангельска, России. Мария Воробьева, Илья Сумароков, Панорама Севера. Сегодня отмечается Международный день солидарности молодежи. Это еще один повод обратить внимание на проблемы социальной защиты, культурного воспитания и досуга молодого поколения. Легко ли быть молодым в современном обществе? Что об этом думают жители Архангельска в традиционном опросе Александры Гореловой? Есть свои проблемы, по крайней мере, найти работу у нас можно, создать семью. Есть, конечно, жилищные проблемы, не спорю, но если захотеть, можно все. Кто-то больше прислушивается к тем, кто за рубежом говорит что-то, а другие здесь наши новости слушают. Потому что я слышала от молодежи и такие, и такие рассуждения. В советские времена, мне кажется, было не в том, что легче, просто давались возможности. Устроиться на работу, допустим, после института пойти, там было какое-то место уже тебе предоставлено, пойти практику, пойти там дальше по карьерной лестнице. Сейчас такого нет, если у тебя нет знакомств, то ничего, грубо говоря, у тебя, можно сказать, и не будет. У нас и работы много для молодежи, той же после институтов берут, как бы стажировки эти все, ну все как бы имеется. У нас образование все доплатное, квартиры те же самые молодым семьям приобрести трудно, поэтому начало жизни у молодежи, это очень тяжело в наше время. Да, я думаю, наверное, так же, как и нам в свое время, свои трудности всегда есть. А легко, чего легко? Легко, наверное, ничего нет. Всем одинаково. Экспертом сегодняшней темы выступит выпускник Международной молодежной организации «Айсик», руководитель международной площадки регионального форума «Команда-29» Евгения Просвирякова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Давно понятно, что эффективность решения проблем молодого поколения зависит от степени сплоченности молодежи. Ну вот в советское время для этого проводились фестивали международные различные, да, съезды молодежные. Что сейчас есть? Какие мероприятия? На данный момент в Архангельской области представлено очень много молодежных организаций, которые привлекают студентов и молодежь нашего города в свою деятельность. Также, например, такие организации расположены в нашем университете, в наших университетах, в Доме молодежи. То есть молодежь может собираться, решать какие-то проблемы, что-то делать, какие-то проекты создавать и реализовывать свой потенциал. А какую работу проводят молодежные организации для укрепления межнациональных связей и толерантного отношения? Например, в нашей области представлена международная организация ICIC, выпускником которой я являюсь. И данная организация как раз-таки укрепляет межнациональные связи молодежи. Например, мы реализуем проекты, в рамках которых приезжают иностранные волонтеры в наш город. И, допустим, в школах ведут уроки английского языка, где сплочают школьников, рассказывают им о своих культурах, о своих интересных обычаях. Также есть проекты, связанные с детскими лагерями. То есть ребята, школьники после долгого школьного года могут отдохнуть, и не только отдохнуть, могут также еще выучить английский язык во время своей смены. Это очень интересно, потому что они в процессе игры могут познать интересные особенности культуры страны. А Архангельские тоже ездят волонтерами за границей? Да. Нашим студентам тоже предоставлена такая возможность. Студенты города Архангельска и Архангельской области могут поехать за границу на стажировку. То же самое, например, также в детский лагерь в Польше. Они могут преподавать английский язык детям или в детском саду, или, допустим, в Индии, или в Бразилии. Очень интересные проекты, связанные именно с преподаванием. Ну и также проекты, связанные с маркетингом. Очень много разных типов проектов есть. Евгения, какие молодежные проекты вообще запланированы в ближайшее время? Первый самый грандиозный проект, я считаю, это будет международная площадка на команде 29. В этом году партнером выступил как раз-таки Айсик. И тема этой площадки будет межнациональное сотрудничество и толерантность. В ходе этой площадки делегаты смогут создать проекты, как раз направленные на решение проблем толерантности в нашей области. То есть во время всего форума они будут брейнштормить и создавать эти проекты, которые они потом реализуют в нашей области. Удачи вам. Напомню, экспертам нашей сегодняшней рубрики была выпускник Международной молодежной организации Айсик, руководитель международной площадки регионального форума команда 29 Евгения Просвирякова. Далее в выпуске новостной дайджест, коротко о самом главном. На сессии Гордумы депутаты приняли обращение к губернатору Игорю Орлову с просьбой возобновить действие закона о статусе Архангельска как административного центра области. Таким образом, депутатский корпус поддержал позицию мэра Виктора Павленко, высказанную им в письме на имя губернатора региона. В нем городоначальник предложил возобновить действие программы развития Архангельска как областного центра и направить дополнительные средства на строительство и ремонт дорог в столице Поморья. Всего предлагается предусмотреть в областном бюджете не менее 175 миллионов рублей на текущий ремонт дорожного полотна. В Северном Арктическом Федеральном Университете объявлен конкурс на создание эскиза памятника студенчеству. До 1 ноября этого года все желающие могут представить художественный замысел – скульптуры, символизирующие студенческую жизнь. Конкурсные работы должны быть выполнены в виде графических и скульптурных материалов. Итоги конкурса будут подводиться в ноябре этого года. Победитель получит денежный приз в размере 20 тысяч рублей. В ближайшие выходные 26 и 27 апреля с 11 до 16 часов состоится заключительная в этом году ярмарка по продаже рыбы и рыбных полуфабрикатов. Она разместится на территории центрального рынка со стороны улицы Ваучейского. Горожан ждет широкий ассортимент свежемороженной рыбы, рыбных полуфабрикатов, соленой рыбы, горячего и холодного копчения. С 18 по 20 апреля в городе Пскове прошел чемпионат Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 83 спортсмена из 10 регионов России. Команду Архангельской области представили спортсмены Центра единоборств. По итогам соревнований Юрий Симушин и Павел Петруничев, завоевавшие первые места, будут представлять нашу область на чемпионате России по греко-римской борьбе, который пройдет в начале лета в Москве. В Архангельск пришла весна, европейская. В честь открытия международного фестиваля его организаторы Архангельский молодежный театр преподнесли северянам особенный подарок. В первый день европейской весны на сцене театра драмы выступил знаменитый исполнитель Горан Брегович. Пригубить шампанского для цыган посчастливилась Екатерина Грицыенко. Он всегда выступает в белом костюме и пьет сливовицу за наше здоровье. Почему нет? Разве концерт не повод для праздника? Встречайте с музыкой события каждого дня. Именно так живут цыгане. Именно так учит нас жить Горан Брегович. Я серб. Я ваш далекий, забытый, младший брат. Мы знаем о вас все. Вашу литературу, фильмы, музыку. И вы тоже все про нас знаете. Для меня большое чудо, что я здесь, что здесь мой зритель, что я могу давать концерты в России. Для меня это просто невообразимо. А уж он, как никто другой, знает. Понять, где радость и где печаль, редко бывает легко. Сам Горан Брегович делит свою жизнь на до и после войны в Сараево. В 91-м популярный в Югославии рок-певец эмигрирует в Париж, где все начинает с нуля. Пишет треки к фильмам «Хустурицы» и становится мировой знаменитостью. Для Бреговича нет северных и южных зрителей. Такое деление – лишь стереотип. Артист уверен, если ваша музыка хороша, человеческая чуткость вам гарантирована. А знаменитую «In the Desk Are We Alive» «Мы живы в машине смерти» архангельские зрители исполнили по-поморски душевно. Свадебно-похоронный оркестр французского цыгана с блеском ознаменует и начало новой жизни, и ее финал. Но все же своих зрителей Горан Брегович просит – не умирайте, мы слишком дороги для похорон. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин, «Панорама Севера». В библиотеке имени Добролюбова выбрали лауреатов и номинантов 12-го областного конкурса «Книга года-2013». Лучших северных авторов назвали в четырех основных и специальных номинациях. Инга Швецова продолжит. Спустя десятилетия можно с уверенностью сказать, что конкурс «Книга года» полностью оправдал ожидания организаторов. За это время появилась целая мозаика новых книг о русском севере. Выросло и число номинантов. Изучая, знакомясь непосредственно с произведениями, которые поступили на конкурс, очень многие из них и составляют часть истории нашего края. Одна из четырех главных номинаций – лучшая книга о русском севере. Еще мгновение и победителем назовут книгу историка-культуролога-поэта Василия Матонина «Наше море, наше поле». Она – размышления автора о русском национальном характере, о культуре и быте северной деревни. Я думаю, что многие проблемы, актуальные проблемы современности невозможны решить, не обращаясь к жизни, укладу, особенностям характера северных крестьян. Большое значение в оформлении книги имеют иллюстрации. Они раскрывают и дополняют смысл текста. В номинации «Лучшее художественное оформление издания» победу одержали сразу два архангельских художника – Алексей Григорьев за иллюстрации книги Виктора Кузнецова «Притяжение земли» и Сергей Сюхин за книгу Степана Писахова «Сказки». У Писахова тоже мне далеко не все сказки нравятся. У него во многих сказках во второй половине начинается драка. То жена мужа бьет, то Сеня там всех обвиняет. Поэтому я сам выбрал сказки, где более мажорные, добрые, веселые, захватывающие, ласковые и поменьше драки. Одна из специальных номинаций – «История трудового коллектива». В ней симпатии жюри были отданы книге руководителя городского штаба школьников имени Гайдара Владимира Дурнева. Штаб на Двине – полвека. Помимо тех людей, которые были в составе штаба, а это более трех тысяч, я думаю, что нам будет интересно педагогам, те, которые будут заниматься ребятчими коллективами. Среди издательств номинации «Лучшая книга о русском севере» – первенство у Соловецкого монастыря за воспоминания о Соловецких узниках. Лучшие книгопечатники – полиграфисты северодвинской типографии. В специальной номинации «Именитые земляки» победил сборник интервью Сергея Доморощенова «Я немножко тоже Русь». А приз зрительских симпатий – за Дианой Дойковой и ее сборником очерков «Верные дороги Анижан». Инга Швецова, Сергей Минин, «Панорама севера». В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 25 апреля доллар США – 35,68 рубля, евро – 49,32 рубля. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «Про церковь» с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом. Телефон прямого эфира – 639-717. На этом у меня все. Вы смотрели информационную программу «Панорама севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд – австрийский поликарбонат. Архангельск у Стадиона Труд, Новодвинск, магазин «Меркурий». С 24 по 30 апреля все для дома и красоты в одном месте. Универсальная выставка российских товаров. Посуда высокого качества, постельное белье из 100% хлопка, натуральная косметика. Улица Космонавтов, 178. Здравствуйте, это телеканал ПС, ЮНИС и прогноз погоды. Плохая погода и нет настроения, но это для нас ерунда. Все будет прекрасно, скажу, без сомнения. И станет покорней весна. И о погоде на 25 апреля – пятница в Архангельской области. Итак, в Котласе сегодня утром гроза, а на протяжении дня пасмурно. И дождь. Температура воздуха плюс 2. В Плесецке все не так феерично. Снег пасмурно и плюс 1 на термометрах. Сыро и холодно в Архангельской области. И город Вельск не стал исключением. Там сегодня воздух прогреется до плюс 2. На протяжении дня пасмурно, утром дождь. И о погоде в Архангельске. Сегодня без осадков. Утром облачно, 0 градусов на термометре и слабый ветер. Днем температура поднимется до плюс 2. На небе пасмурно, вечером температура опустится аж до минус 3. На небе ясно и ветер умеренный. Не знаю, как вы, а я давно уже мечтаю. А ты стоишь на берегу в синем платье. И даже краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятья, ласкает нас морской прибой, бой, бой. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова